Продолжение следует... Это целый день, который будет посвящен этому мероприятию. Для нас это действительно важное событие. Прежде всего, потому что мы привлекаем дополнительное внимание к развитию спорта на территории Тульской области. Но это не только общероссийские мероприятия. Конечно, это мероприятие общемировое. И в Олимпиаде у нас летняя Олимпиада проводилась в 70-м году, а зимние Олимпиады впервые Российская Федерация приняла зимние Олимпиады. Поэтому для нас, конечно, это большая честь. Здорово, что будет у нас сегодня решение, что трасса Олимпийского олиня пройдет у нас и по стенам Кремля. Потому что мы завершаем подходы к завершению реставрации именно башен и стенка Кремля. И уже на сегодняшний день такая возможность есть. Поэтому, мне кажется, привлечь дополнительное внимание к развитию именно Тульского Кремля. Это тоже хороший повод и действительно очень важное мероприятие. По 14-му числу хочу сказать, что только в городской думе будут все необходимые юридические решения по объявлению данного дня о нерабочем. Но хочу подчеркнуть, что неосвязь вам нужно обратиться в какое-то предприятие с учетом того, что 14-го числа у нас центральная часть города фактически будет организована таким образом, чтобы обеспечить именно прохождение Олимпийского огня. То есть, соответственно, у нас будет ограничение по передвижению транспорта. И я думаю, что нужно обратиться к руководителям именно тульских предприятий для того, чтобы они объявили задение рабочими для своих сотрудников. Чтобы, во-первых, люди могли принять участие в этом зрелищном мероприятии. Ну и второе, то, чтобы, так сказать, реально добраться до рабочих мест будет непросто, потому что будут ограничения по прохождению транспорта. Поэтому тянуть не нужно, надо уже сегодня будет обратиться. Думаю, что нам должно повезти с погодой. Для нас это будет праздничный день, и вечером у нас запланировано много мероприятий. Поэтому приглашаю всех коллегов, жителей области, принять участие в эстафете Олимпийского огня. И ждем всех вечером 14-го числа в 19.50 на соответственную процедуру заживания огня на территории Олимпийской области. Спасибо. Как вы знаете, во все предыдущие эстафеты сама чаша двигалась за Олимпийским огнем, переезжая из города в город, находясь в городе проведения всего один день, а потом уезжая в следующий город. В этом году компания «Гонстрах» решила немножко отойти от этой традиции и передать в дар городу Туле чашу Олимпийского огня, которая будет зажжена у вас здесь на площади уже через несколько дней. Я очень надеюсь, что этот символ эстафеты Олимпийского огня займет достоин места в вашем музее и останется в истории Штлитул. Обязательное внимание уделяется созданию безбарьерной среды и использованию тех участков, которые это уже представляет, поскольку мы заинтересованы привлечь даже маломобильные и прежде всего им помочь в этом маломобильной группе населения и граждан с инвалидностью. Соответственно, реализуется программа «Зритель» и средства массовой информации. Обязательно реализуется программа «Маршрут» для того, чтобы отработать каждый участок передвижения огня. Это связано с тем, чтобы мы осознавали, что предлагаемый путь, он безбарьерен во всех отношениях. Это хорошее дорожное покрытие, это хорошая атмосфера вокруг, красивые дома, фасады, наглядная агитация. И вы видите, что город наш преображается. Поэтому вот в этом моменте хотелось бы поблагодарить наших горожан, которые с пониманием относятся к тому, как быстро и как экстренно это осуществляется. Это просто нам всем необходимо, и мы потом ощутим преимущество этого момента. Встреча Олимпийского огня будет организована на границе Тульской и Калужской областей. Что касается спецпроекта «Ясная поляна», музей «Ясная поляна» Льва Николаевича Толстого первым примет у себя один из символов большого спортивного праздника. В «Ясной поляне» будут проведены праздничные мероприятия встречи Олимпийского огня в Тульской области, которые пройдут на площади Убашин-Вьезда. Огонь перемещается в город Новомосковск. По окончанию мероприятия в «Ясной поляне» Олимпийский огонь переезжает в город Новомосковск. Вместо сбора факелоносов и эстафеты станет культурно-деловой центр «Азот-ОО «Тонус-Плюс». Вместо старта эстафеты – памятник Дмитрию Донскому. По окончанию общественного празднования в городе Новомосковске Олимпийский огонь переезжает в город Тулу. Маршрут эстафеты проходит по всем пяти районам города Тулы. Стартом первого этапа эстафеты станет универсальный спортивный комплекс государственного учреждения Тульской области, центр спортивной подготовки, школа высшего спортивного мастерства. Финиш первого этапа эстафеты у территориального управления по пролетарскому району города Тулы. От территориального управления по пролетарскому району города Тулы переезжаем на место старта второго этапа эстафеты. Старт второго этапа эстафеты состоится на площади Адмирала Руднева. Финиш второго этапа эстафеты у памятника Петру Первому. Старт последнего третьего этапа состоится у Мигилевского сквера. Эстафета Олимпийского огня прибывает на центральную площадь города Тулы, площадь Ленина, где проходит масштабный концерт с участием как городских музыкальных и творческих коллективов, так и артистов национального масштаба. Мы заготовили праздничные шары, флажки, атрибутику, шарфы для того, чтобы создать настроение. Будут развернуты пункты горячего тульского чая с тульским пряником, чтобы мы ощутили себя все вместе, единой такой сплоченной семьей, которая представляет Тульский регион. В Сочи, где мы перед оргкомитетом в ряду всех субъектов Российской Федерации предоставили отчет о ходе подготовки, нашему региону был поставлен высший балл, поскольку мы отчитались за каждый маршрут, не только, скажем так, на бумажном носителе, но и с подтверждением конкретных фактов, с представлением планов, с реальными сроками. Поэтому мы полагаем, что если мы сегодня не сбавим темп и найдем поддержку, о которой я сегодня проговорила, наших жителей, мы не только справимся, а справимся достойно. Вот чего хотелось бы нам все вместе пожелать. Поэтому, дорогие тулики, давайте мы все вместе, всем миром подойдем к торжественному мероприятию достойно. Очень бы хотелось, чтобы это было осознано каждым жителям нашей области. Спасибо.